Добрый вечер, а что это значит? Значит, день был по-доброму начат, Значит, день был по-доброму прожит, Он умножит счастливые дни. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Володь, я уже второй раз делаю с тобой эфиры, И я сама себе признаю, что насколько с тобой легко и насколько ты человек, располагающий к общению. Какой-то такой очень открытый, бесхитростный и добрый в каких-то своих человеческих проявлениях. Это написано на твоем лице. У меня такое ощущение у тебя. У меня правильное ощущение или нет? Слушайте, я про себя, какой я-то, я не знаю вообще тонкостей-то. Но попробовали бы с моей супругой 40 почти лет прожить, так вы бы научились быть добрым, даже если вы самый страшный и злой. Ну вот такой уникальный человек. Вот вы кого-нибудь спросите, кто с ней общался и знает ее хотя бы неделю. Да? Ну вот получилось, мне повезло. Самым крупным и невероятным образом. То есть я вам говорю, что тут не 50% успеха, а 90%, а вот и 99%. Супруга тоже художник. Скажи, а вот у вас есть какой-то такой взаимообмен? Ну понятно. Конечно, есть, потому что у моей супруги еще учиться. Есть учиться, да? Учиться у нее надо. Знаете, человек, который ничего не делает вот так непросто, я вот вам об этом рассказываю. Потом сядет и сделает. Это вот логика, вот жесткое воспитание, начало и конец всегда знает человек. У меня нет ни начала, ни конца в работе. То есть начало-то есть, а конца никогда не бывает. То есть ты никогда свою работу не заканчиваешь? И через несколько лет, подойдя к этой работе, ты бы сам себе говоришь, что здесь я бы мог еще доработать. Ну вот уже, видите, я уже переписал с выставки работу вот эту свою. Вот этюд, он есть, он больше его не трогает. А вот это, видите, я уже ее переписал, потому что я, когда прошел по своей выставке, я ужаснулся, меня холодный пот объял. Я никому же это, конечно, не говорю. Володь, а почему тебя холодный пот объял? Там что, другой свет? Друг свет. Нет, вот все работы, я эти работы видел здесь. Они здесь, я заканчивал, доводил их здесь. И они все-таки какой-то имели характер, целостность восприятия. А в зале там все другое. Или надо освещение, потому что, я уже говорил, вот верхний свет уже не то. А надо вообще освещение точечное. Специально же, не зря сейчас в музеях эти освещения делают. Или от ока, и напротив ока. А некоторые наоборот. Ты уже достиг вот той планки, когда к тебе приходят молодые и говорят, оцените, помогите, дайте совет, что правильно, что неправильно. У меня есть один ученик, как-то ненарочно образовался, Игорь Герасимов. Очень быстро все ухватывает, мы с ним были на этюдах, на панели, на Трамзинском. Он как-то все быстро, и он просто и раньше это делал. Просто ему никто не говорил, он начал скатываться в эту красоту какую-то, в эту салонщину. Когда стали, я пошел к нему работу смотреть. Ну надо же, работу на Союз везти туда, на покровку. И он, значит, мы все пересмотрели, ему что-то брали. Я говорю, а это что-то? Вот коробка работы у меня. Самая уже давнишняя. Незаконченная, да? Ну, этюды. Ну, давай коробку-то просмотрим. Как стали коробку смотреть, вот там уже, откуда у него это? Вот человек, вообще не хочу учить-то. Там такие работы есть маленькие, небольшие. Самому надо поучиться, знаете, это все такая, немножко, вот учитель там. Я не такой же великий, чтобы еще объявлять себя как учителем. Да и нельзя меня. Не знаю, учителем быть, я злой. А как твои эмоции какие-то такие бурные, как они проявляются? Ой, тяжело. Ну что, сковородкой по голове или как? Нет, сковородка тоже была очень... Ой, очень тяжело, да? Да, это уж надо... Это уж надо меня вывести из себя. Ну что, разорвать работу можешь, выкинуть? Это у меня училища летали... Только так, да? Только так, потому что я ничего не умел. Представьте, у тебя 20 лет, ты армия, все. У тебя уже какая-то жизнь. А вот эти, как моя супруга, а то еще младше. Вот ребят, 15-летние, 15 лет им, они совсем еще ребятки. И они все после художественной школы, такой солидной подготовкой. У них все как само текет, а у тебя ничего не текет, у тебя берет невыносимо тяжело злость. И ты знаешь, путь один. Андрей Александрович такой был великий и ужасный. Он сказал, путь один, надо работать, все остальное само придет. Если ты веришь, значит все придет. Володь, а вот когда вот оно само пришло к тебе? Чертый курс. И вдруг так понесло. А уже к весне, уже к диплому. Все дипломы пишут. А мне не охота диплом писать. У меня вдруг я ходил, ходил, писал. У меня вдруг Ярославль из-под моих рук по 2-3 этюда в день, а то и больше. И каждый интересный. Я же его диплома не защитил, можно сказать. Кто кричал, что и вообще-то это что такое? Что это за диплом? У меня диплом, наверное, размером с этой столичницей всего был. Даже если не бойся, не имеешь. Ты сказал, что ты не учился в институте, но как ты считаешь, вот сейчас уже достаточно зрелым человеком будучи, тебе не хватает этого образования, вот какого-то академического, может быть? Не хватает, да? Нет, просто тут вопрос даже не в нехватке образования. Если бы я поступил, например, в Суриковский институт, в Рейпинку, навряд ли я бы когда пошел. Это ты сам реально оцениваешь свои силы или как? Да, Рейпинка, это живопись, это всякая свобода, а Рейпинка – это академизм, суровый, жестокий. Рейпинка – это, и Суриковка – это всегда больше свободы, всегда причем, всегда так было. А где творить, писать легче, лучше, здесь вот в провинции или на периферии? Вот я в свое время, помню, встречалась с Владимиром Васильевым в Угличе, и брала у него интервью, наш великий артист балета. Он тоже занимается живописью, и он говорит, чтобы вот мне заняться живописью, я уезжаю в деревню, в деревню, и там пишу. Он тоже пишет пейзажи, портреты. Вам, сударь мой, надо уезжать куда-то. Кто как хочет, у кого же, к чему лежит. Вот есть вон девушки там, я московскую знаю, она ездит вообще по всем провинциям. Вот мы с ней были кто-то на плеймере. Она там делала все. Какой Тутаев пишут? У нее нет, потому что у нее свой взгляд. Вот она, флешмоб был, недавно она выставила свои работы, уже сделанные по Тутаеву. У нее не этюды там все, там такой Тутаев. Тутаевцы сейчас не обрадуются. Не обрадуются, да? И не обрадуются. Можно смело сказать, что это один из любимейших художников наших горожан и окрестных жителей, жителей окрестностей Рыбинска, поскольку его творчество посвящено действительно изображению загадочных, меланхоличных и красивых уголков русского пейзажа, действительно наших мест, Рыбинского района, Тутаева, города Тутаева. И, конечно же, Владимир Павлович пишет и пейзажи городские, старинный Рыбинск, например. Как ты себя каким образом ругаешь, бронишь внутренне, когда, ну вот, ничего не получилось? То есть работа сорвалась и все твои ожидания... Злюсь, снимаю мастихином и жду следующего утра. Вот так вот, да? Ну а как? Успокаивай как-то. Если тебя не успокаивать, это нехорошо кончится. То есть дожидаешься, время проходит, и ты как-то гасишь эмоции, и все себе говоришь, но нельзя так, да? Ну что, получается, ты должен себе говорить, что получается. Очень редко, по-настоящему, как тебе хочется, то есть почти никогда. Ну что, вот, вроде получилось, но если сразу несколько работ вести, можно просто взять несколько работ вести, или какую-нибудь малютку, а малютка, она быстро, вот она и есть. Нет, всегда хорошо, когда что-то у тебя, ты чувствуешь, что вот что-то все-таки получилось. Может, на завтра придешь, уже смотришь, и не получилось, но ты же ушел из мастерской, получилось. Хуже, конечно, когда уходишь. Ну, сейчас это как-то реже. Я как-то смело беру, на стихи нам снимаю и начинаю заново. Володь, вот смотрю, повернулась лицом к твоим картинам, и на выставке ли, здесь ли в мастерской у тебя, это везде пейзаж, это виды нашего родного Рыбинска. Вот скажи, пожалуйста... Рыбинска как раз очень мало. Ну, городские деревья... Вот Рыбинск, я просто вот... А это потому, что я тут на этюды ходил, когда было тепло, и сегодня тепло. Нет, ты меня поддел, но я же вижу, что это витры нашего Рыбинска. Вот когда вот это деление происходит? Не все понимают. Все пытаются писать. Сейчас я покажу. Мой автопотреб. Большой автопотреб, я вам скажу. 90 на 90. Ух ты, ёх ты, да, это много. Так и бородатый. Да? Это мама моя. И она похожа. И она похожа, да, действительно. Володь, так ты мне все-таки не ответил на вопрос. Вот когда художник понимает, кто он, портретист, пейзажист, натюрморты ему суждено писать? Или он никогда может и не понять этого? Вообще надо стараться все. А, художник должен уметь все, да? По идее, да. Но все равно у всякого художника что-то лучше получается, что-то... Некоторые пишут натюрморты, как... Нет, обычно нет. Некоторые пейзажи пишут, как натюрморты. Некоторые картины пишут, как натюрморты. А пейзажисты, они всегда пишут только пейзажи. Для того, чтобы писать пейзаж, нужно определенное какое-то чувство иметь. Вот я не знаю, как это так. Это кажется, вот все смеются. На самом деле пейзажистов-то не так много. Пейзажи-то пишут все, кажется, просто. А на самом деле, а умеют пейзажи писать очень мало людей. То есть вот... Все так же, как и портреты. Вот если у меня Галина... Она может портрет написать. А меня это вот... Я буду год с ним возиться еще, может. Может покажу, а может и не покажу. Когда ты смотришь на работы своего сына, ты говоришь, слушай, сынок, вот здесь ты меня лучше сделал, ты превзошел меня в чем-то. Я пока еще не вижу. Еще нет. Не вижу пока еще. Так вот ты критично относишься к работам сына? Нет. Там же институт, они людей заморачивают. Они людей выучивают и забивают одновременно. Что-то с ними делают. Особенно институт имени Репина. Это какая-то беда. Я сколько людей из Репинки не встречаю, они все больны на голову слегка. Серьезно. Для меня, как я понимаю, человеческие отношения. Там очень суровое обучение. То есть очень жесткое, очень серьезное. Но искусство это же вещи... Вообще непонятно. Не серьезное? Она вроде бы серьезная, да? Столько надо сил, столько всего. На самом деле, если относиться очень серьезно, то это погибель для человека, который занимается этим. А ты хулиган? По жизни-то? По жизни и в творчестве. В творчестве это слабовато. Надо бы посильнее. Посильнее хулиганей? Но я все время никак не хулиган. Ведь хулиганы настоящие в госпитале. Нет, ну я пытаюсь каждый... Я не придерживаюсь никаких добрых. А кто хулиган за пустой? Я пытаюсь свою дорогу. Тебянув хулиган. Почти все великие. Все великие хулиганы, да? Да, конечно. А как-то по-другому. Вот человек... Постой, человек переступил грань. Почему они великие? Они, наверное, переступают грань какую-то. Кангинский писатель, Пикассо, Далее, хулиганы? Да, конечно. А я никаких граней ей еще не переступал и навряд ли успею. А хочется? Нет, ну это надо же, понимаете? К этому надо стремиться? Да, не надо, конечно. Нет, на это же нужно время. Это же так просто не делается. Не, ну это нормально. А как? Вот тогда ты и учишься. Тогда тебе внутренний голос говорит, ну что вы делаете? Так, что-то ты слабовала, пора, надо еще круче гайки закручивать. Ну вот как-то так. Ну и те же так, они... Это же естественный процесс. Я уже это, наверное, каждый художник не знаю. Вопрос о красках. Вот то, чем ты работаешь. Краски были лучше, качественнее, необычнее? Не знаю, как... Краски сейчас всякие есть. Хорошие. Чем, например, скажем так, чем, например, в эпоху Леонардо да Винчи? Вот как. Леонардо да Винчи краски масляные изобрел. Вы знаете? Да. Там все было вообще натурально. Так, ну вот я относительно вот тех натуральных красок и настоящих. Технология была... Вообще, есть такой предмет в учебных заведениях художественных, называется технология живописи. Техника и технология живописи. Их сдают, и они стоят в дипломах. То есть, по сути дела, люди должны быть, технологии изучать. Как грунтовать, как натягивать, что можно делать, что нельзя делать, какие краски можно мешать, какие нельзя между собой мешать. Химические процессы, наверное, какие-то такие очень тонкие. Такие процессы, вот и все там, что, например, строго запомнил. Чурин нам говорил, Андрей Александрович, не мешайте вы никогда изумрудку с краплаком. Никогда. Да, это очень красиво и мощно. Почти такой глубокий черный цвет получается. Но ведь это уже все серое будет через пять лет. Вот так вот, да? Да. То есть, вот это надо все знать и просчитывать. Судьба фактически картины от этого, да? Все мешают, все мешают. Все мешают. Так все-таки, вот, Володь, ответь мне. Вот краски теперешние и вот времен, как я сказала, Леонардо Давича. Я про эти краски ничего знать не могу. Но, тем не менее, хотя бы то, что ты знаешь, что из истории. Я так глубоко не интересовался. Я знаю, что вот краски были, вот в красках я могу только говорить за советские, которые были. В основном, конечно, самое лучшее, это были питерские, подольские, похуже и гамморские так себе тоже. Ну, они основно занимались гуашами, а краски в основном все пользовались. Ну, подольские и питерские. Питерские. Они были очень хорошие, то есть качество этих красок всегда было превосходно. Они не были очень яркими, но они были благородными. И вообще, живопись еще, погодите, вот, я так вот подозреваю, что живопись 50-х, 60-х, 70-х годов еще ничего не дооценена. Вот, еще будет, и люди поймут, насколько была высока культура. Вот, да, соцреализм, да, вот, странные темы, да, но ведь художники не только писали этих дядек с лопатами, да, и с отбойными молотками. Они писали пейзажи, макюрморты для себя, вот. Там такая россыпь, что эти ребята, даже самые великие, рядышком встанутые. Ты выходишь на улицу, вот твой глаз тебе говорит, что тут какая-то такая краска, какой вот у меня сейчас на палитре нет. Так не бывает. Так не бывает? Нет. Это глупость несусветная, это признак непрофессионального отношения к живописи, ну, к искусству, и живопись – это вещь относительная. Четыре произведения, которые называются «Вариации цветами», посвящены они красоте архитектуры города Суздаля. Это особая тема творчества Владимира Павловича, она очень любит Суздаль, наряду с Рыбинска, то есть тут нет перевеса, и Суздаль узнают очень хорошо. Примерно с одной точки написано, но в разное время года и в разное время суток. И мы, глядя на эти произведения, можем получить впечатление от состояния красоты Суздальского городского пейзажа в разное время года и в разное время суток, потому что выглядит все это совершенно различно. Собственно говоря, хочется сказать, что Владимир Павлович очень умело передает состояние природы в разное время суток, очень чутко. Он к этому относится, и у него довольно подлинно все получается. Андрей Александрович Чурин учил меня так. Ну, не меня, а многих, если кто-то слышал. Можно взять за основу вообще там несколько красных, самых недорогих. Там охра красная, охра светлая, ультрамарин, ну, изумрудка или что-нибудь, и какой-нибудь типа краплака, да? Или и синий ультрамарин, все, больше ничего не надо. Или голубой, когда там ты идешь на небо, более голубой писать, хотя это не обязательно. И черная с белой, все, больше ничего не надо художнику. Вообще существует вообще понятие трех красок. Желтая, красная и синяя, и черно-белая. Но таких просто нет идеальных красок, они имеют разнообразные оттенки, да? А так вот, по сути дела, из них можно сделать все. И художник, он решит любую задачу. То есть он просто вправе это сделать, да? Значит, ты не профессиональный. Ну, вот дилетантство, это твое дело. Нет, на самом деле, все относительно. Как же рисунок, вот белая бумага и черный карандаш. Или наоборот, черная бумага, белый мел. Ну, чего? Это же не живопись, разве? Может, там есть такие живописные рисунки, что упадешь там почти до иллюзии материала. Потому что глаз человеческий же он устроен так, он видит только то, чего попадает. В тон, правильно? А дальше в тон и цвет. Потому что, как нас учили, цвета без тона не существует. Не существует, да? Все равно не существует. Ну, как, он же цвет, он имеет тон. Да, 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 да. Вот ты его сделай, сделай раскладку, сфотографируй на черно-белый, переведи. Вот он весь будет в тон, правильно? Конечно. Последний вопрос. О чем сейчас мечтает художник Владимир Павлович? Найти какой-то ход, вот решение чего-то такого, чтобы вот как-то необычно, новое, и в то же время не нарушало мой строй, вот как я и какой я есть. Вот это очень важно. Вот надо же, чего строить. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!